АПЛОДИСМЕНТЫ Все уволены! Театр закрывается! Все уволены! Всё! Здрасте! До свидания! Я слышал, вы всех уволены! Все уволены! Идите отсюда! Вы свободны! Что? Что-то у вас лицо знакомо. Это не вы играли седьмого хорька на пятом пеньке? Это вы? Это я! Что вам надо? Все уволены! Я знаю, как спасти театр! Как? Сейчас всё расскажу. Дело в том, что театр загнивает. Надо сделать его эпатажным, надо скрестить несокрещаемое и соединить несоединяемое. Ну, например, представьте, как на Бродвее. Вот есть же мюзикл «Кошки», но это же скучно. Надо сделать мюзикл «Блошки» для лилипутов. Не нравится этот? Есть другая идея. Ну, что такое? Ромео Джульетта, Шекспир. Фу! Любовь, Суси Пуси, вот это... Надо взять Ромео Джульетта, Шекспира и скрестить, например, «Свием Гоголя». Ну, как это? У меня всё написано. Вот. Так. Представляете, Джульетта целую неделю после Нового года пила. Она просыпается, у неё огромные мешки под глазами, и она поёт. Мы с тобой наедине, да при полной при луне. Молодой человек, поднимите веки мне. А в это время Ромео чертит милым круг, а она бьётся лбом об него. И поёт. Поднимите, поднимите, поднимите. И от страха свою челюсть уроните. Вот ноты. Ну-ка, дыхните. Это вы по трезвости придумали? А то. Ну, можно добавить эротики. Пожалуйста. Не нравится Шекспир, если. Можно, например, смотрите, подстановка для взрослых. «Муха по тоскухам». Не надо, я прошу. Василиса приблудная. Не надо. По сучьему велень. Я прошу вас. Стойкий, оловянный. Я же просил, не надо эротики. Солдатик. Ганс Христиан Андерсен. Братвей, отдыхай. Ну, не хотите это, давайте, леденящий душу мюзикл «Преступление и доказание». Представьте, Раскольников с топором заходит. К бабке в квартиру и поет «Арию». А-ба-бушка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк. Я за ней с топориком прыг-брыг-брыг-брыг. Я ее по темечку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Крязь-крязь-крязь-крязь. Да и шмык-шмык-шмык-шмык. Вот ноты. И это вас не устраивает. Как это может быть? Понимаете, к нам дети приходят, а вы хотите, чтобы старушек топориком. Да есть для детей. Есть. Предлагаю сделать постановку «Ночью современную» пьесу. Пьесу «Тысяча и одна ночь». Вот «Тысяча и одна дочь». Как «Тысяча и одна дочь». «Женщина на сцене рожает». Стоп! Еще раз можно повторить? У меня это послышалось. Женщина что делает? Женщина на сцене рожает. На сцене рожает? Да, и поет. Вы когда-нибудь видели, как женщина рожает? Она может при этом петь? Вы сейчас все поймете. Смотрите, она рожает и поймёт? Вместе весело рожать по просторам. А мужской хор подпевает. Э-э-э, кухня. Э-э, кухня. Еще разик. Еще раз. А женский хор. Давай, давай, идусь, а ех, идусь, и выжимай. А? Чувствуете? А женщина кричит. «Чуть помедленнее, кони!» «Чуть помедленнее, а?» А как там в родильном отделении мужской хор оказался? Вы не можете сказать? Да перестаньте, вот ноты, что вы придираетесь? Например, все же читали «Муму». Ну, чушь собачья. «Муму». Что такое «Муму»? Надо представить, что происходит все дело в Древнем Египте. Герасим раб. А «Муму» не «Муму», а «Мумумия». И в полночь собака оживает и решает отомстить Герасиму. И вот тут как раз орея собаки. «Эй, Герасим, ты сволочь!» «Мортиливый тупий сад!» «Я приду к тебе в полночь, откушу ягодицу!» «Эй, Герасим, ты сволочь!» Ну, как вам? Это нам не пойдет. Есть другая драма. «Федорина горе». Что? А, слушайте. Сбежала от бабы не только посуда. Все от нее мужики убежали. Никто с Федорой дружить не хочет и не приласкает. Какая бой! Какая бой! Федорина горе! Най-най! Вот ноты. Идите вы со всеми этими своими нотами в железнодорожный театр. Я там был. Я предлагал сыграть вместо кота в сапогах, вместо кота в тапки. Знаете что? Что? Я вам предложу еще одно. Давайте мы с вами совместим Отелло и идиота. А кто будет идиот? Роль Отелло я возьму на себя. А идиот у нас с вами уже есть. Отелло душит идиота! Может договоримся? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ